Между тем мы получили новые свидетельства очевидцев о химической атаке в Сирии. В Москву вернулась делегация российских женщин, которые посещали страну с миротворческой миссией. Они утверждают, что отравляющий газ под Дамаском применили повстанцы, причем еще до 21 августа. Все подробности Ольги Мещеряковой. Они только вернулись из чужой страны, которая вдруг стала своей, очень близкой. К выстрелам привыкли, там все время стреляют, но так и не смогли, к ощущению приближающейся катастрофы. Матушка, чего ты опять плачешь? Я плачу, потому что я в победе. Все началось. Это госпиталь. Вот они, они только поступили. И многие из них были с признаками использования химического оружия. Восемь женщин российская делегация видели своими глазами отравленных газом. Но не повстанцев, солдат правительственной армии. И не в тот день, когда в западной прессе появились сообщения о химической атаке, в которой оппозиция обвинила официальный Дамаск. 21 числа они успели только прокричать. Вы наврали. 22-го – это ваши, ваши исполнители, алькаидовцы. Они губили и сирийцев, и военных. 21 августа российская делегация вместе с комиссией ООН обедала на приеме в том самом районе под Дамаском, якобы заполненном нервно-паралитическим газом. То есть нас бы не было их сейчас в живых, и мы бы с вами, Оля, не рассказывали. Ладно, нас бы не было, нас, слава богу, 140 лет там не было, комиссион, потому что комиссион на самом деле сидел за соседним столом. Любительские снимки, сделанные российской делегацией. Вот сирийские солдаты принимают икону у христианского священника. В этой стране мусульмане и христиане веками жили в мире. Настолько они сплочены. И действительно, таких ребят, вот таких ребят, их просто нельзя победить. Первая леди, простая, открытая. Потом они узнали, как Асма Аль-Асад вела сыновей в школу под обстрелом с другими сирийскими женщинами. Асма сказала, все в воле Аллаха, мы будем здесь. Фотографии, как будто мирной жизни, застывшей в ожидании катастрофы. Если 3% сейчас в стане оппозиционеров, 3% сирийцев, а остальные 97% – это наемники, это террористы из разных стран, то, извините меня, кого защищать собирается Обама? Женщины из фонда святого апостола Павла снова собираются в Сирию и принимают пожертвования. В прошлый раз везли молоко и детское питание. Теперь ручки и карандаши в тетради. Сирийские дети будут учиться. Ольга Мещерякова, Дмитрий Малышев, Владимир Кальский, Вести. Ольга Мещерякова, Дмитрий Малышев, Владимир Кальский, Вести.